Продолжение следует... В которых можно купить любой смартфон из нашего списка. Приятного просмотра! Для удобства я расположил все гаджеты в порядке возрастания их стоимости. Самый дорогой смартфон из выбранной ценовой категории будет в конце ролика, а сейчас подборку открывает относительно недорогая модель – Xiaomi Redmi 10C NFC. Она позиционируется производителем как бюджетный вариант для тех, кто хочет получить максимум производительности без лишних переплат. Добиться этой цели позволяет процессор Snapdragon 680 4G, работающий в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Внутреннего накопителя на 128 ГБ должно хватить как для программ, так и для пользовательских файлов. Однако производитель все же предусмотрел наличие отдельного слота для карты памяти microSD на случай, если потребуется дополнительное пространство. Нравятся подобные видео с подборками лучших гаджетов? Тогда подпишись на Техноарену прямо сейчас и включи уведомления через колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Гарантирую большое количество полезной информации, помогающей сделать правильный выбор. На втором месте оказался уже успевший зарекомендовать себя с положительной стороны смартфон Realme 8. Его сердцем служит процессор Mediatek G95. Пользователю доступно 6 ГБ оперативной памяти, благодаря чему у него есть возможность запускать одновременно несколько довольно тяжелых приложений и мгновенно переключаться между ними, ведь они не будут выгружаться из ОЗУ. Единственным минусом данного смартфона можно назвать отсутствие дисплея с возможностью выбора частоты обновления картинки. В нем используется простой Super AMOLED-экран с частотой 60 Гц. Однако для повседневного использования его вполне достаточно. А как ты думаешь, есть ли смысл гнаться за моделями смартфонов с высокой частотой обновления изображения, если гаджет будет использоваться не для игр? Поделись своим мнением в комментариях. Любители защищенных мобильных устройств могут по достоинству оценить модель Ulefone Armor 8 Pro. Компания выпускает далеко не первый смартфон в подобном корпусе, и практически все ее модели были удачными. Чтобы не самый мощный процессор Helio P60 все же мог справляться с современной нагрузкой, создаваемой программным обеспечением, производитель выделил ему целых 8 гигабайт оперативной памяти. Встроенный накопитель смартфона имеет объем 128 гигабайт. Если захочется его расширить, придется пожертвовать одной из сим-карт, ведь устройство имеет совмещенный слот. Хотя эта модель имеет неплохую защиту и является лидером по количеству оперативной памяти, ее нельзя назвать самой дорогой в нашей подборке. Если тебя заинтересовала ее цена, или же ты хочешь комфортно сравнить ее с другими вариантами, воспользуйся ссылками из описания к ролику, ведущими прямо в проверенные магазины. Смартфон Oppo A74 можно похвалить за сдержанный дизайн. У производителя получилось создать устройство, в котором присутствует минимум ненужных деталей, ухудшающих внешний вид. Внутри аккуратного корпуса скрывается процессор Snapdragon 662, позволяющий запускать любые мессенджеры и браузеры из магазина приложений, а также играть в не слишком требовательные игры. Чтобы при открытии довольно тяжелого приложения мессенджеры и прочее фоновое ПО продолжало работать, производитель оснастил модель четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Все файлы пользователя могут храниться либо на встроенном накопителе объемом 128 гигабайт, либо на карте памяти. Благо слот для нее отдельный, поэтому ограничивать себя в свободном пространстве не придется. Модель Xiaomi Poco M4 Pro 5G вполне можно назвать игровым решением базового уровня. Процессор Dimensity 810, который в ней используется, показывает весьма неплохие результаты в синтетических тестах производительности. Благодаря этому данный смартфон можно считать самым мощным в нашей сегодняшней подборке. К тому же это одна из самых дешевых моделей, имеющих поддержку сетей пятого поколения. Помимо этого стоит отметить использование накопителя стандарта UFS 2.2, что значительно ускоряет загрузку мобильных приложений за счет быстрого чтения данных с него. Правда, объем встроенной памяти этой модели равен всего 64 гигабайтам. Поэтому использовать пространство нужно будет рационально, если не планируется установка карты памяти. Любители смартфонов от южнокорейского гиганта могут обратить внимание на модель Samsung Galaxy A23, представленную относительно недавно. Она из коробки имеет Android 12 на борту, поэтому пользователям не придется устанавливать увесистое обновление сразу после покупки. Приемлемый уровень производительности обеспечивает процессор Snapdragon 684G. К сожалению, как видно из названия, он не позволяет использовать все прелести сетей 5G. Однако в остальном данный чип не уступает многим современным бюджетным вариантам. Гаджет имеет модуль NFC, что позволяет использовать его для оплаты покупок бесконтактным методом после выполнения настройки соответствующего ПО. Среди бюджетников особое положение занимает модель Vivo Y53S 4G. Она собрала множество положительных отзывов благодаря максимальной сбалансированности. Так, ее процессор Helio G80 способен запускать практически любые игры из магазина приложений, а 6 гигабайт оперативной памяти являются для него неплохим подспорьем. При этом производитель не стал экономить на основной камере, использовав модуль на 64 мегапикселя с довольно неплохой оптикой. Единственным минусом этой модели можно назвать отсутствие NFC, что несколько ограничивает сценарий ее использования. Еще один смартфон с поддержкой сетей пятого поколения – это Samsung Galaxy A22 5G. Бюджетник на Dimensity 700 предлагает пользователям возможность полноценно раскрыть преимущества нового стандарта. Однако сам он работает под управлением операционной системы Android со слегка урезанной оболочкой – One UI Core 3.1, что намекает на не самую высокую производительность. Впрочем, в повседневных задачах, вроде серфинга в интернете или переписки в мессенджерах, это будет практически незаметно. В завершении хочу рассказать о паре неплохих моделей от компании Xiaomi. Первая – Redmi Note 11 Pro. Это интересный смартфон с замашками флагмана, отличительной чертой которого является разрешение основной камеры, составляющая 108 мегапикселей. Его базой стал процессор Helio G96, обеспечивающий съемку фото и видео без малейших задержек даже при максимальных настройках качества. Еще одним плюсом является поддержка зарядных устройств мощностью до 67 Вт, что позволяет быстро восполнить емкость аккумулятора. Вторая и последняя на сегодня модель – Xiaomi Redmi Note 11S NFC. Ее можно назвать своего рода уменьшенной версией предыдущей. Она имеет диагональ дисплея 6,43 дюйма, что более чем на 0,3 дюйма меньше, чем у Note 11 Pro. Разница в размере экрана сказалась только на внешнем виде, габаритах и поддерживаемой скорости зарядки. С данным смартфоном могут использоваться только блоки питания мощностью до 33 Вт. В остальном же он весьма схож с предыдущим, включая хорошую 108-мегапиксельную камеру. На этом ролик подошел к концу и я спешу напомнить, что все смартфоны, представленные в нем, можно приобрести в проверенных магазинах, ссылки на которые я оставил в описании. Если видео понравилось, оцени его лайком и оставь комментарий. А чтобы не пропустить новые выпуски из этой серии, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Там и увидимся!